Сегодня мы снова обращаемся к делу Евгения Гурева, потому что, во-первых, нас много наших читателей и подписчиков спрашивают и пишут о том, что хотят знать, как там идут дела. Во-вторых, хотелось бы действительно понять, как работает, как движется у нас в республике борьба с коррупцией и существует ли она вообще. Ну и в-третьих, надо быть последовательными и доводить дело до конца. Учитывая тот факт, что в последнее время много говорится о популистских проектах новой власти в республике Башкортостан, нельзя не причислить к этим же проектам и дел Евгения Гурева. В данном случае мы можем говорить о том, что через попытку имитации борьбы с коррупцией команда Хабирова пытается набрать очки и укрепить свою позицию в глазах избирателей. Однако тут есть еще и другой, более темный аспект, а именно, очевидно, заказной характер этого дела и личности заказчиков, конечно, становится все более и более понятны. Я думаю, что в определенном отрезке времени, в определенной перспективе эти имена будут названы, имена эти действительно известны в республике. Кое-кто из этих заказчиков сейчас находится на Олимпе власти, а кое-кто и всегда был здесь при делах и при делах очень сомнительных и грязных. Но, в общем, об этом, конечно, сейчас не время говорить. Об этом мы поговорим позже, когда этим действительно займется следствие. А сегодня мы поговорим о следствии, которые продолжаются в отношении Евгения Гурева. Освежим в памяти то, что происходило в последние недели. А происходило вот что. Следствие отказалось от обвинений по эпизоду с землей в цветах Башкирии. Причем Следственный комитет сам вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, проанализировав все обстоятельства и события, которые были вокруг сделки при передаче земли цветам Башкирии. Это позитивная новость, но она уже, как говорится, не новость. Об этом мы упоминали. И в итоге из всех обвинений, которые были предъявлены Евгению Гуреву, осталось одно единственное. Это эпизод с землей в Лимонарии. И суть этого обвинения заключена в том, что следствие усомнилось в законности передачи этого земельного участка от Министерства земельных и имущественных отношений в собственность СУ-10 господина Мансурова, достаточно широко сейчас обсуждаемого строителя-застройщика, депутата госсобрания. И вот вокруг этой земли в Лимонарии как раз сейчас строится все обвинения. Следствие полагает, что господин Гурев, передавая землю СУ-10, совершил два неправомерных поступка. Во-первых, не имел права передать эту землю собственность господина Мансурова и его компании СУ-10. И во-вторых, занизил стоимость покупки этой земли. Вот именно на двух этих тезисах строятся на данный момент обвинения. И, естественно, есть какой-то процесс обсуждения в процессе расследования и так далее. Что делает следствие сейчас? Следствие получает информацию о статусе земли на момент ее передачи в СУ-10. Чтобы понять то, о чем я буду говорить далее, нужно понять механизм и сущность обвинений, которые на данный момент предъявляются Гуреву по вот этому эпизоду с Лимонарием. Следствие строит свое обвинение по двум позициям. Первая позиция – это то, что Гурев вообще не имел права передавать землю СУ-10, потому что она не принадлежала республике. И, соответственно, не мог распоряжаться республиканский министр этой землей. И второе – что цена, стоимость, по которой была выкуплена эта земля, у государства занижена вдвое. Вот по обоим этим тезисам сейчас поговорим отдельно. Вообще в материалах дела есть два вида документов, фактов и событий. Первое – это неопровержимые факты и документы, которые, условно говоря, лежат в папке, и спорить с ним бесполезно даже следователю. И второе – это некие предположения о правах и возможностях. Начнем пока с фактов. Так вот, факты говорят, что сделка по передаче земли СУ-10 произошла 20 ноября 2015 года. И на данный момент следствие оповещено о том, что возникновение прав на эту землю у республики Башкортостан произошло аж в 2006 году. То есть за 9 лет до того, как Гурев подписал документы о передаче этой земли СУ-10. Права на землю у республики Башкортостан возникли 29 декабря 2006 года, почти за 9 лет до сделки СУ-10, в момент, когда в собственность республики Башкортостан официально были переданы объекты Бельского лесхоза. Одновременно с передачей этих объектов, естественно, в собственность республики Башкортостан попала и земля, на которых они находились. В те незапамятные времена эта земля принадлежала Бельскому лесхозу. Дополнительно к этому тезису следствие сомневается в правах возникновения собственности с момента передачи этого объекта. И сомнения эти построены на том, что объекты были переданы, но не зарегистрированы должным образом. Однако, на данный момент защитой Гурева были представлены все аргументы на этот счет. Федеральный закон о регистрации прав на недвижимость на данное отношение не распространяется. Это четко сказано в законе и, соответственно, обсуждаться не должно. Но отношение между Российской Федерацией и субъектами Российской Федерации регулируется отдельным федеральным законом номер 122 и конкретно статьей номер 154 этого закона. Вот этот закон следствие почему-то на данный момент временно игнорирует. Но мы же понимаем, что как бы не было неприятно следователю наличие вот этих фактов и законодательных оснований, они не могут быть проигнорированы, скажем, в суде или при принятии решений. Соответственно, следователю хочется или не хочется, ФЗ номер 122 придется принять во внимание. Право на собственность Республики Башкортостан подтверждено было документами, которые с 15-го года, с ноября 15-го года уже находились в распоряжении Росреестра. Кроме того, следствие, пытаясь установить принадлежность земли и момент перехода собственности от Российской Федерации к Республике Башкортостан, опросило сотрудников Министерства земельных и имущественных отношений, опросило сотрудников СУ-10, руководству СУ-10 на предмет обстоятельств, при которых произошел этот переход. Вот. Резюмируя вот эти все факты, на самом деле это законы, которые давным-давно были приняты, и процессы, которые произошли в соответствии с этими законами, усомниться в том, что на момент передачи СУ-10 вот этих земельных участков, эти земельные участки принадлежали Республике Башкортостан, на самом деле невозможно. И вот этот тезис следствия о том, что Гурев распорядился не своей землей, он, конечно, не выдерживает никакой критики. На самом деле в истории Башкирии было много фактов, когда руководители распоряжались не собственным имуществом и даже не имущественным принадлежащим самой Республике. Вспомним хотя бы вот эту несчастную продажу акций топливно-энергетического комплекса Муртазой Губайдуловичем Рахимовым, который продал, как выяснилось, впоследствии 35% акций, принадлежащих Российской Федерации. И ведь ничего не было у Муртази Губайдуловича, до сих пор живет и здравствует и долгие ему лета, как говорится. Но в данном случае по поводу земли Лимонария 100% доказано, что она принадлежала Республике Башкортостан. Второй частью обвинений в отношении Евгения Гурьева по этому делу является обвинение в том, что земля СУ-10 была передана в половину ее кадастровой стоимости, и тем самым Гурьев якобы нанес ущерб государству, недополучив какие-то денежные средства. По этому вопросу защита Гурьева запросила заключение у видных и авторитетных юристов Российской Федерации. Это заключение содержит порядка 10 страниц, в которых доктора юридических наук и один бывший прокурор Российской Федерации утверждают, что проанализировав все обстоятельства дела, они не обнаружили никаких нарушений, не обнаружили корыстного мотива, а самое главное, не обнаружили ущерба, который был нанесен Российской Федерации. В этом же заключении, в этой же экспертизе утверждается, что последовательность действий, которая произошла с земельным участком, переданным СУ-10, абсолютно соответствует действующему на тот момент законодательству, не нанесла никакого ущерба имуществу и законным интересам государства, и отдельно взятые его регионы, а именно Республики Башкортостан. Авторитет юристов, которые подписали этот документ, конечно же, не вызывает никакого сомнения. Их мнение, безусловно, должно быть учтено в процессе анализа ситуации со стороны следствия. На данный момент эта экспертиза в оригинале доставлена в УФУ и передана в распоряжение следователя. Я надеюсь, что следователь, как и я, внимательно прочитает этот документ. Он содержит много интересного и очень важного для принятия дальнейшего решения. Ну и, как обычно, вишенка на торте. В процессе разбирательства и прений, условно говоря, между следствием и защитой, выяснилось одно обстоятельство, которое не может не забавлять и не может не отрицать полностью вину Бурева в том, в чем его обвиняют. А именно, на протяжении последнего времени, и в том числе на протяжении уже 2019 года, Министерство земельных и мощных отношений, которое возглавляет сейчас ближайший соратник Радио Фаридовича Хабирова, господин Полставалов, уже совершило некоторое количество сделок абсолютно по той же самой схеме, которая считается правонарушениями в отношении Евгения Гурева. Чтобы не быть голословным, я перечислю несколько из этих сделок, а именно, передачу земельного участка господину Шафикову Артуру Рафаиловичу, складские помещения расположены на этом участке, передача земельного участка акционерному обществу «Бета» под кафе «Ясная поляна», передача земельного участка обществу с ограниченной ответственностью «Пегас» под нужды обслуживания автотранспорта и так далее. Все эти сделки и многие другие, заключенные уже господином Полставаловым, совершены именно по этой же схеме, из той же самой 50% скидкой от кадастрового значения стоимости земельных участков. То есть, тут, как говорится, нужно или трусы одеть, или крестик снять. Либо вместе с Гуревым под следствием сейчас должен находиться Полставалов, либо вот эти обвинения с Гуревой должны быть сняты. Вообще, следствие, конечно, попало сейчас в очень сложную ситуацию. Подсознательно понимая всю несостоятельность тех обвинений, которые были предъявлены Гуреву, следствие, по-моему, сейчас в большей степени озабочено тем, как бы выйти из этой ситуации, но с наименьшей потерей лица. Я делаю такое заключение, потому что в последние недели следователь и вся следственная бригада, которая, кстати говоря, была усилена какими-то оперативниками ФСБ и так далее, совершает какие-то, ну, в общем-то, нелогичные и, на первый взгляд, ненужные действия. А именно, вызывает научные ставки каких-то сотрудников МЗИО. Причем вопросы, которые им задаются, носят абсолютно формальный характер. Ну, такие, как, например, «А не был ли там кто-нибудь заинтересован в этом?» «Нет, не был? Ну, ладно, так и запишем». Ну, в общем, к этому же разряду событий можно отнести и странную выемку техники на предмет выяснения наличия или отсутствия хакерского взлома каких-то программ и так далее. Складывается впечатление, что следствие сейчас тщательно отрабатывает весь спектр положенных по учебнику следственных действий для того, чтобы потом предъявить начальству вот эту сделанную работу и сказать, что вот смотрите, мы, значит, все, что могли, сделали и ничего не нашли. Ну, в принципе, это может быть и неплохо в том смысле, что, в общем-то, не является самоцелью и задачей, наверное, там, каким-то образом покарать следствие, хотя внимание сейчас федеральных органов к всевозможным заказным делам очень высокое. И я понимаю беспокойство следователя о том, что, ну, может случиться так, что однажды где-нибудь там сверху прилетит какая-нибудь плюшка на тему того, что же вы тут творите, по чему заказу работаете. Следователи наверняка понимают, что их втравили в какую-то заказную историю с определенными какими-то политическими, экономическими целями, и теперь они могут оказаться крайними. Ну, посмотрим. В общем и целом, конечно, поведение следствия достаточно странное, в том смысле, что в нем становится все меньше и меньше конструктива и все больше и больше формальных признаков. Говоря о деле Гурьева, конечно же, стоит упомянуть и дело Эльвиры Берг, которую не так давно выпустились под домашнего ареста. Дело Берг, судя по всему, заканчивается, потому что все следственные действия совершены. Госпожа Берг признала свою вину, возместила ущерб, который она, по мнению следствия, нанесла государству. И, судя по всему, в ближайшее время это дело пойдет в суд. Дело Берг никакого отношения к самому Гурьеву на самом деле не имеет, несмотря на то, что официальная пропаганда нынешней власти в республике всячески пытается связывать два этих события. Но при ближайшем рассмотрении становится понятно, что Эльвира Берг ни по масштабу, ни по роду деятельности никаким образом не была связана с господином Гурьевым, хотя бы потому, что не находила своего подчинения, не имела никакого влияния от Гурьева непосредственно на себя. Да и те дела, которые совершила Берг, будучи руководителем вот этого государственного предприятия, в общем-то, конечно, вызывают такую горькую ухмылку, в том смысле, что на самом деле это были мелкие хищения, абсолютно незамысловатые манипуляции с бюджетом предприятия, какие-то фиктивные покупки, какие-то премии, выписанные самой себе. По делу Эльвира Берг свидетелем проходил известный арбитражный управляющий господин Ахметов. Ни для кого не секрет, что Эльвира Берг была его протеже, они долгие годы работали вместе в различных схемах, структурах и в разных формах взаимодействия. Ахметов прошел по этому делу свидетелем, не превратившись в обвиняемого, и, собственно, дело Берг, вероятно, будет закрыто в ближайшие месяцы. Я полагаю, что как бы не хотелось заказчикам дела Гурьева связать эти два события, наверняка это не получится, потому что нету никаких точек соприкосновения между этими событиями. А то, что роль господина Ахметова в некоторых процессах, связанных с государственным имуществом в предыдущие годы, не до конца исследована наукой и следственными органами, для меня становится все более очевидным. Кроме всего прочего, в ореоле событий, связанных с Евгением Гурьевым, его предыдущей деятельностью и нынешним уголовным делом, на прошедшей неделе упоминалась и фамилия Эльмира Газизова, бывшего заместителя Гурьева по Министерству земельных и имущественных отношений, а ныне заместитель руководителя контрольно-счетной палаты. Немалый ажиотаж это назначение вызвало в широких кругах общественности, но, собственно, удивляться здесь нечему. Нынешняя власть испытывает жесточайший кадровый дефицит, ей нужны специалисты. Но в последнее время выяснилось, что компетенций господина Шагимуратова вовсе недостаточно для того, чтобы эффективно осуществлять те задачи, которые поставил перед ним Хабиров. господин Шагимуратов так и не превратился в дубину правосудия или надзора, которую планировал создать Хабиров в лице контрольно-счетной палаты. Проблема, конечно, здесь в компетенциях. Дело в том, что назначая Шагимуратова на эту должность, никто не знал или не предполагал, а может быть, не принимал во внимание тот факт, что из всех ревизионных действий Константин Нилович способен только на устный счет наличных банкнот и более сложные процессы, связанные с имуществом, переходом имущества, статусом имущества и прочими событиями, которые происходят между предприятиями, он, конечно, не способен. Ну вот, КСП усилили господином Газизовым, который, напомню, тоже является протеже господина Ахметова. И это, в общем-то, не может не вызвать тревогу в том смысле, что схема участия Ахметова в хозяйственных процессах в Республике Башкортостан устояла и, судя по всему, укрепляется и при новом режиме. Резюмируем ситуацию с делом Гурева на сегодня. Я делаю заключение, что следствие в отношении Евгения Гурева, если еще и не зашло в тупик, то находится на распутии. Распутие – это, в общем-то, предлагает небогатый выбор для следователей, либо упорствовать в своих заблуждениях, либо начать искать поиски путей отхода и оправдания тех действий, которые уже произошли. Следствие предпринимает какие-то незначительные попытки выяснить наличие и отсутствие каких-то третьих лиц и третьих сил, которые могли вмешиваться в процессы. Однако это, кроме как, в общем-то, ухмылки ничего вызвать не может, потому что, ну, версии о зловредных хакерах, которые проникли в компьютеры Министерства земельных и имущественных отношений, внесли туда какие-то злодейские поправки, и в итоге там нарушились чьи-то интересы, конечно же, не выдерживает никакой критики. Очевидно, что следствие не хочет искать еще кого-то или еще какие-то действия, которые там происходили вокруг, потому что у них стоят жесткие запреты на вовлечение в процессы каких-то третьих лиц и особенно лиц, уже очерченных заказчиками. Очевидно, что следствие, прямо скажем, нервничает от того, что вот эти заказчики, ну, видимо, все еще требуют какого-то результата. Я очень надеюсь на то, что Следственный комитет и его руководство наконец-то поймут, во что их втянули вот эти смутные люди, поймут, что у этих людей, у самих перспектива весьма туманная, и может случиться такая ситуация, что в определенный момент именно в адрес заказчиков дела Гурева будут выданы на то обвинения, а для этого есть все основания, и тогда Следственный комитет попадет в очень неловкую ситуацию. В общем, я рассчитываю на то, что постепенно следственная группа и руководство Следственного комитета придут к выводу о том, что их втянули в эту затею зря, и каким-то образом прекратит вот это уголовное преследование. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...